Здравствуйте! Хочу показать вам очень интересную игру. Мы с ребятами очень впечатлились. Называется игра «Лоскутное королевство». Она стратегическая. Постройка похожа на принцип домино, который нам очень нравится. Подробная инструкция. Мы еще к ней вернемся. В состав входят замки разных цветов, таких же цветов, какие имеют короли. Розовый, голубой, желтый и зеленый. Вот эти короли и будут расширять свои участки. Такие замочки перед игрой нужно собрать. Ребята справились с этим на отлично, им очень понравилось. Также входят карточки. Ландшафтные карточки. С одной стороны цифра, с другой стороны ландшафт. Какие бывают ландшафты? Видов всего шесть. Пустыня, равнина, море, болото, лес и каменоломни. Где добывают золото. Обратите внимание, что на карточках есть короны. Это удваивает ваш шанс победить. Если выбирать кубик, карточка делится на два кубика. Если выбирать карточку с коронами, то, скорее всего, вы выиграете. Так, с чего же, с чего же нам начать? Мы выбираем сначала королей. Если играют четверо, мы выбираем четыре короля разных цветов. Берем начальные участки. Их тоже четыре. И четыре королевства. Каждое королевство в начале игры имеет по начальному участку. Площадь игры должна быть достаточно большая. Вот где вы будете играть. Лучше, конечно, это если большой стол или на полу. Потому что каждый участок должен быть построен. У него должно быть место. Я покажу на одном, как мы будем строить. Вот так. Берются ландшафтные карточки. Берутся по числу королей. Их четыре. Значит, ландшафтных карточек мы берем тоже четыре. Выстраиваем их по возрастанию. 14, 33, 35, 42. И они переворачиваются ландшафтом вверх. Вот так вот. Игрок, любой, берет, перемешивает королей. И не глядя, начинает их доставать. Так, розовый. Кто играет розовым королем, первый может выбрать себе ландшафт. Лучше, конечно, где две короны. Так, следующий. Это желтый. Тоже так же выбирает игрок с желтым королем себе ландшафт. Следующий. Это зеленый. И следующий. Это синий. Ну, можно так подумать, что синему королю не повезло. Я бы так не сказала. Он всегда, получается, будет ходить первым. А дальше могут быть еще интереснее карточки. Так что еще неизвестно, кто у нас выиграет. Так, дальше мы берем еще четыре карточки. И по такому же принципу мы их расставляем по возрастанию и переворачиваем. 25. Так, и переворачиваем. Так, так, так. Так, хочу еще сказать о карточках. Они плотные и очень яркие, красочные. Нам они очень прям понравились. Первым ходит король, который занимает первую карточку. Так. Вот так. И эту карточку он отправляет уже на строительство своего участка. То есть присоединяет к начальному. Так, голубой замок нам нужен. Голубой. Мы его присоединяем. К начальному участку мы присоединяем, как хотим. Это уже потом мы будем по принципу домино следовать. А так. Как хотим, так хотим, так хотим, вот так хотим. И так же поступают всем. То есть выбирают по очереди участок. Карточки отправляют к начальному участку. Вот так мы сделаем, чтобы показать принцип игры. Вот так. И выбираем снова четыре карточки. Они у меня все получились перевернутыми. Так. По возрастанию. С коронами нам попались. Три короны нам попались. Вот о чем я и говорила. Что первый игрок может занять самую выгодную карточку. Ну, смотрите. Какой нюанс. Так как у нас уже на начальных участках есть какие-то ландшафты. Мы должны понимать, что нам нужен либо песок, либо вода. Ну, соответственно, какие у вас получатся ландшафты. Так, желтый, допустим, выбирает этот, также отправляет свою карточку на строительство участка. Мы так действуем, пока не закончатся ландшафтные карточки. Когда они закончатся, мы присоединяем последние карточки к нашим участкам и подсчитываем очки. Как строится участок? Участок строится по принципу домино. Хотя бы один кубик должен сходиться. Допустим, вот песок с песком. Один кубик. Мы можем его так поставить. Мы можем его поставить так. Мы можем его поставить так. Мы можем его поставить вот так. Но одна часть должна сходиться. По размеру они должны быть не больше 5 кубиков на 5. То есть 1, 2, 3, 4, 5 в длину, в ширину и в длину. Так, готовы наши участки. Теперь карточки ландшафтные наши кончились. Можно подвести итоги. Кто же выиграл. Вот на примере этого участка мы подсчитаем очки. Мы считаем непрерывное количество кубиков с одинаковым ландшафтом. Допустим, берем водный. 1, 2, 3, 4. Но на них нету короны. Мы умножаем 4 на 0, получаем 0. Смотрим на кубики с каменоломней. Их 3. Мы умножаем на 7 корон. Дальше. Вон сколько много у нас леса. Но это тоже получается 0. Так, вам наши инструкции, которые даны к игре, все подробно описано. Вот, что 2 кубика нет корон, получается 0. 3 кубика с одной короной. 3 на 1, получается 3 очка. У кого оказалось больше всего очков, тот и выиграл. Вот наш победитель уже стоит в своем замке и радуется. Хорошей вам игры. Спасибо. Спасибо.